Операторы этого подразделения единой дежурной диспетчерской службы помогают людям в любых ситуациях. Многие славянцы уже столкнулись с ее работой и воспользовались услугами необходимых в их ситуации служб. Если произошла какая-то беда, то всегда достаточно набрать только три цифры 112, и вашу проблему помогут решить. Порядка полутора лет назад, после тщательной подготовки специалистов и решения всех технических вопросов, связанных с открытием этой важной и нужной службы, в ЕДД Славянского района заработал единый номер 112. Эффективность его работы подтверждается цифрами. Количество вызовов за полтора года увеличилось в 60 раз. Здравствуйте, служба 112, оператор 3431. Я вас слушаю. Что у вас произошло? Давайте запишем адрес. Если вы позвоните по номеру 112, вам расскажут, что нужно сделать, успокоят и направят на место происшествия специалистов из экстренных оперативных и аварийных служб. Вы в любой момент можете позвонить и сообщить о тех проблемах, которые у вас возникли, и тем самым решить эту проблему. Несмотря на то, что мы с 2019 года уже работаем, все равно постоянно приходится встречаться с тем случаем, что люди до сих пор еще не знают. И поэтому, используя нашу сегодня встречу, еще раз и еще раз хочется напомнить жителям, что вы в любую ситуацию можете набрать короткий номер 112 и обратиться за помощью. И вам произойдет и разъяснение, и окажут помощь, вызвать можно будет и скорую помощь. В случае ДТП к вам будет направлена комплексная бригада, это и пожарные, и скорая помощь, и спасатели, для того, чтобы решить все эти проблемы. Если в этом случае понадобятся наши аварийные службы по газу и по электричеству, они в том числе будут направлены. То есть будет создано комплексное решение этих проблем. Удобно и оперативно действует эта служба в работе операторов, которая требует внимания и тщательной подготовки. Нужно знать, как помочь людям в стрессовой ситуации и что делать, когда счет идет буквально на секунды. Но и славянцам нужно понимать, что обращение по телефону 112, даже случайное, совсем не шутка. Если вам перезвонили и сказали, что вы набрали номер 112, то не сбрасывайте, потому что оператор все равно будет дозваниваться до тех пор, пока не дозвонится и не решит ту проблему. Потому что вдруг вам действительно нужна помощь. А также хочется обратиться к вам по поводу того, что не давайте телефон детям. Как я уже раньше сказал, при любом хаотичном наборе любых цифр вы все равно попадете на 112, даже если там нету сим-карты. И тем самым вы блокируете работу одного из операторов, и мы вынуждены другим людям отказать в помощи. И еще важно знать, что звонок на 112 не переадресуется другим заинтересованным службам. Здесь есть свой алгоритм действий, который обеспечивает надежность и быстроту. Мы не перезваниваем службу, не набираем их и не говорим. Мы создаем электронную карту. У нас созданы совершенно независимые оптоволоконные линии связи, которые никак не связаны с телефонными линиями. И моментально электронная карточка отправляется, буквально 2-3 секунды, которые карточки разлетаются по всем службам. И операторы на экстренных оперативных службах видят эту карточку и уже выбирают те варианты решения этой проблемы, которые у них имеются, и сообщают нам. А оператор с системы 112 видит, какая служба как отреагировала, что назначила, что сделала. В любом случае обращения по единому телефону имеют высокую эффективность. Обращаясь по номеру 112, абонент практически мгновенно приводит в действие сложную государственную машину, цель которой максимально быстро и полно оказать помощь. Все специалисты прошли специальное обучение, уверены в себе и психологически устойчивы. О высоком профессионализме сотрудников говорит и то, что по итогам краевого смотра конкурса на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в 2020 году ЕДД Славянского района заняла второе место, уступив только Краснодару. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».